О чем говорят? Рынок городской. В первой части, в первом эпизоде поговорим про Аврору, во второй про рынок. Поехали первым. Значит, стало известно, вот буквально накануне, что здание кинотеатра Аврора, которое у нас несколько лет стоит, пустует, после того, как туда там не смогла заехать, Петрушка не смогла там обосноваться, было принято решение, что ее там не будет. Здание благополучно забросили, оно гнило, ветшало, ничего с ним там не происходило. Потом нам показали в один момент, как внутри этой Авроры просто все вот ужасно-ужасно-ужасно, и городские власти сказали, что, ну, наверное, пора бы это здание сносить, на его месте построить парк. Ну, сквер точнее. После этого общественность взроптала, и прозвучали голоса в защиту Авроры, и в пользу того, что вообще-то здание само вряд ли настолько находится в жутком состоянии, что его нужно сносить. Оно как бы визуально плохое, конечно, да, но ничего смертельного. И что Аврору нужно сохранять и как-то использовать во благо города. Накануне стало известно о том, что так оно и случится, что появился какой-то инвестор. Он пришел и сказал, что он готов взять Аврору и восстановить ее, и использовать в целях какого-то... Ну, на данный момент нам известно только то, что какие-то мероприятия там будут проходить на момент записи этого нашего разговора. То есть, вскоре нам должны будут поступить какие-то новые вводные данные. Тем не менее, давай вот исходя из того, что у нас есть сейчас на столе, обсудим это решение. Аврора у нас останется. Что теперь дальше? Как бы... Что нам ждать в этой ситуации? Ну, первое, что нужно отметить. Общественное мнение в Сургуте по-прежнему работает. Как бы там ни было, Аврора сегодня из, скажем так, архитектурных мертвецов все-таки сумела закрепиться в статусе архитектурного городского объекта. Но это уже достижение, и оно случилось благодаря тому, что пресса, в первую очередь, наша редакция, а в большей части общественность, высказали свое резко отрицательное отношение к самой постановке вопроса снести Аврору, как здание, и критиковали городские власти за то, что они из всех вариантов, среди которых были сложные и интеллектуальные, выбрали самый простой, ну, то есть, продемонстрировали тот самый пресловутый подход с упрощением, то бишь, линейный подход к решению проблем, который, кстати говоря, очень не любит глава города Андрей Филатов, да, и за подобный подход, по моей информации, чиновников распекает. Ну, в результате очень хорошо уже то, что Аврора остается как здание, здание, относящееся к стилю, к архитектурному стилю модернизма, ну, кто-то его еще называет советским модернизмом, ну, там уже детали, не будем углубляться, пусть будет для кого-то советский модернизм, для кого-то это просто здание модернистской архитектуры, их, с одной стороны, немного в городе Сургуте, с другой стороны, их очень много, да, потому что любая хрущевка к этому архитектурному стилю относится, ну, мы говорим о тех, которые привлекают своим внешним видом, своей архитектурой, своим архитектурным решением, да, вот наше внимание. Ну, и определенная история, история все-таки за Авророй есть, и эта история... Большая история, можно даже вообще сказать, ну, нельзя сказать великая, но это большая история. Вот, это первое, да. Второе, мы видим, что все-таки сургутские власти пытаются найти... Вот уже все, остановились они, не сносим, хорошо. Ну, правда, я бы хотел услышать какие-то разъяснения о том, как же, там, полгода назад... И кто их надоумил, да, вот утверждать, что здание абсолютно подлежит сносу, потому что оно не эксплуатировано, ну, это уже, как бы, таки... Ну, это у нас, у нас есть здание на Маяковского, которое сначала... Да, 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 и мы примерно представляем, как могут происходить подобные вещи. Но хорошо то, что вот в этой ситуации власти ищут какие-то, какие-то пути. Мне известно, да, прорабатывались действительно буквально вот в первые дни вот этого общественного гудежа по поводу, да, судьбы Авроры, администрации, там, чиновниками ДИЗО, архитектуры, там, лично глава занимался, прорабатывались те или иные варианты. То есть, все-таки, я так понимаю, что на сегодняшний день нам предъявляют не первый попавшийся под руку, но какой-то выхваченный, да, там, вариант спасения Авроры, а что-то более-менее проработанное. Я ничего не знаю про нового, скажем так, нового интересанта, там, соискателя на это имущество. Ничего не известно, как я понимаю, о форме сотрудничества, будет ли это здание каким-то образом передано в собственность новому владельцу, выкуплено, приватизировано. Или в долгосрочную аренду. Да, за рыночные деньги или за символический рубль, это все неизвестно, да, либо это будет какая-то бесплатная, допустим, аренда, да, даже не долгосрочная аренда с выкупом, а бесплатная аренда, вот, или там какое-то бесплатное, там, владение имуществом, но есть там несколько форм, вот, все их можно рассматривать. Я лично, конечно, за второй вариант. Почему? Потому что все, что касается знаковых объектов городской, средовой, да, инфраструктуры, как то Аврора, там, я не знаю, там, возможно, что-то в будущем все-таки произойдет хорошего с вершиной, дом пионеров, ну, что у нас там еще. Возможно, возможно, помещение агентства воздушных сообщений, о котором мы много говорили. Ну, так вот, да, вот, если быстро перечислять. Так вот, подобные объекты муниципалитет содержать не хочет, не может, он экономит деньги, ему действительно вот распухать эту всю социальную инфраструктуру не с руки. И он должен это все как-то отдавать частникам. Вот, мне кажется, самая лучшая формула – оставлять это в своей собственности, чтобы сохранить контроль за целевым назначением, да, вот, используя этих объектов. Но дать частнику уверенность в том, что договоры не расторгаем, там, столько-то лет, много, и он там может вести свою хозяйственную, коммерческую и какую-то гуманитарную деятельность. Вот, что значит следить за целевым наполнением, да, вот таких объектов? Ну, берем Аврору, конкретно о ней сегодня говорю. Город ставит перед любым арендатором, собственником, там, не знаю, эксплуатантом здания задачу развивать гуманитарный капитал, да? Ну, на веренной территории. Ну, в этом, в общем-то, задача любой власти, да, вот, чтобы население умнело, чтобы население было безопасно, интересно, чтобы каждая собственность, которой владеет город, муниципалитет, приносила пользу горожанам. Польза не только сдать в субаренду, там, какой-нибудь дешевый продуктовый сети или алкомаркету, а польза в том, чтобы качество населения улучшалось, да, вот в результате взаимодействия таких вот, в результате подобного взаимодействия власти местной с представителями бизнеса. Вот, как бы, что на первый взгляд. Но, если оттолкнуться, раз уж хорошо, Аврора сохранилась, есть там какой-то заинтересованный предприниматель, который хочет повернуть жизнь и делать, видимо, там что-то досуговое, да, по предварительной информации. Ну, лишь бы это не был свадебный банкетный зал, хотя в этом нет ничего страшного, пожалуйста, да, как бы, это неплохо, ну, лишь бы все не ушло форматом очередного кабака. Ну, кабаки тоже хорошие бывают, вроде был хороший кабак. Да, если сохраняется здание, реконструируется, его фасад там обновляется, приводится в эстетический порядок, территория прилегающая приводится в порядок, пусть там будет внутри какой-то качественный кабак, мы даже сейчас не об этом. Я просто хотел бы закинуть такую идею, я ее закидывал, честно скажу. С парой чиновников я разговаривал, как бы, и, ну, я даже сказал, как бы, вот моя идея вообще заключается в следующем, ни на что совершенно не претендую, что называется, дарю, смотрите, ну, во-первых, если мы зайдем в энциклопедию, в любую, узнать лексическое значение слова Аврора, что такое Аврора? Аврора – это богиня, древний, значит, римский бог, богиня утренней зари, которая своим появлением озаряла ночное небо звездами. И мне кажется, вот это название Аврора совершенно удивительным образом и неслучайным образом возникло, потому что, в принципе, мы могли бы, если бы рассуждались иные какие-то варианты использования этого здания, сделать мостик к осуществлению одного из самых востребованных у сургутской общественности, активной у родительской общественности проектов, под названием «Планетарий». Мы помним… Много лет ему, да. Да, мы помним ожесточеннейшие городские дискуссии в тот момент, когда предыдущая администрация Дмитрия Попова дискутировала, что делать с огромным пустырем на пересечении улиц Островской проспекта Мира. И большинство населения вообще-то выступало тогда за строительство «Планетария». Ну, город выбрал другой вариант, какой есть, такой есть. А «Планетарий» на самом деле – это вещь очень полезная для таких городов молодых, как Сургут, да вообще для любых городов, потому что это развитие науки, это развитие популярной науки, это развитие мировоззрения школьников. А Сургут – это город школьников, Сургут – это город детей, Сургут – это город молодежи. Это возможность проведения очень интересных акций, мероприятий, выставок, каких-то лазерных шоу. И я хочу сказать, что «Планетарий» – это не обязательно нечто громоздкое, что-то очень такое бюджетоемкое. В Иркутске вообще есть частный «Планетарий», очень успешный. Ну, как успешный? Он как бизнес, наверное, не самый успешный, он не минусовый, наверное, как-то сотрудничает по госзаказам и муниципальным заказам с местными там муниципалитетами, органами власти. Но вот частный инвестор построил очень вполне себе хороший «Планетарий», да, там разные есть объемы инвестиций. Так вот, Аврора своим небольшим компактным помещением, которое под объем «Планетария» подходит, я это выяснял, вполне могла бы стать «Планетарием». С теми же самыми коммерческими зонами, выставочными зонами, банкетными зонами, местами для каких-то активных времяпровождений детишек, да. Ну и самое главное, что вот в Авроре есть вот этот большой зал с большой высотой, где можно сделать полусферу. И вот если бы каким-то образом сургутские власти сейчас ли, да, или где-то в будущем, или принципиально смогли реализовать подобный проект, я думаю, они, конечно, бы вошли в историю нашего города с огромным-согромным зачетом, это был бы один из самых ярких, красивых и нужных проектов общественных, гуманитарных, культурных за последние просто десятилетия, да. Но это в качестве, ну, моей такой воодушевленной мечты и представления о том, каким путем в том числе можно было бы пойти в рамках спасения здания бывшего кинотеатра Аврора. Ну что ж, ладно, мы, я думаю, что на момент публикации этого видео уже какие-то подробности у нас будут иметься на руках о том, что это, что будет с Авророй, что там, кто инвестор, кто этот добрый человек и что он придумал, что получило какой-то отклик в администрации города. Тем не менее, мы будем продолжать следить за этой историей, за тем, как Аврора будет преобразовываться. Посмотрим и, конечно же, все это дело обсудим подробно. В следующем эпизоде, о чем говорят, про городской рынок. Тоже очень важная тема и тоже там есть определенные движения и подвижки. Смотрите нас на YouTube, ставьте лайки, читайте нас на себя прессе и поехали дальше.